Всем добрый день! А мы продолжаем серию роликов, где показываем алгоритм перехода на онлайн-голосование по системе Мой МКД. Сегодня мы будем заниматься одним из приятных моментов, как я считаю. Это все решения, которые принесли наши собственники, которые в течение месяца приносили наши консервы решения. Мы должны будем внести в систему, чтобы посмотреть, какой процент голосов принял участие в нашем голосовании. Значит, мы заходим в проведение собраний, в текущее собрание. Здесь нажимаем «Подробнее». Вот мы видим нашу привычную страничку, где повестка дня, где мы делали решения, информацию все делали. Спускаемся в самый низ. И вот здесь есть «Перейти к подсчету голосов». Здесь вы будете видеть общую информацию о собрании. А вот здесь, чуть-чуть ниже, у нас будет 4 вкладки «Калькулятор голосования» и «Результат собрания», «Формирование протокола», «Лог событий». Сейчас нам нужна вкладка «Калькулятор голосования». То есть, как вы видите, вот здесь по номерам квартир указаны фамилии собственников. Вот я открыла свою квартиру для того, чтобы внести сейчас решение нашей семьи в систему. Обязательно ставите вот здесь наверху галочку. И вот здесь, уже в тех вопросах, которые были у вас в повестке дня, вы ставите вот таким вот образом свои решения. За несовершенно летних детей, напоминаю, может участвовать в голосовании представитель. То есть, либо папа, либо мама. То же самое я сделала своей дочери. То же самое я сделала и сыну. Не забывайте вот здесь ставить галочку. И также по всем вопросам проставляю «За». Вот таким вот замечательным образом проставляются все голоса тех собственников, которые проголосовали. И сейчас мы проставим последние голоса. Вот именно такую форму привыкли видеть у меня собственники в решениях, которые обычно я им раздаю. Поэтому попросила своего куратора, чтобы он именно в таком формате сделал нам вот эти вот решения для голосования. Итак, вот здесь видно, как проголосовали мои собственники, потому что около тех, кто проголосовал, стоит вот такая вот галочка. То есть, вот таким вот образом. Вот, то есть, достаточно собственников проголосовали, как вы видите. Но для того, чтобы точно знать результат, да, какой процент принял участие в голосовании, мы нажимаем на вторую вкладку «Результат собрания». И вот здесь мы уже можем видеть четко ситуацию по каждому вопросу. То есть, вот первый вопрос, второй, третий и так далее. Во втором столбе указывается, сколько квадратных метров, так как вы знаете, что один квадратный метр равен одному голосу. А уже в третьем столбе показано в процентном соотношении. Когда вы зайдете во вкладку «Результат собрания», пожалуйста, обратите внимание на вот эти вот две кнопочки зеленого цвета. Они должны быть обязательно зеленым цветом. Это говорит о том, что в вашем доме набран кворум. Так как вы все прекрасно знаете, что собрание считается действительным только в том случае, когда соблюден кворум. То есть, более 50%. Если этот кворум не соблюден, собрание считается нелегитимным, то есть, недействительным. Пожалуйста, не забывайте об этом. После того, как вот здесь вот вы просмотрите ситуацию по всем вашим вопросам, соответственно, перед этим в калькуляторе голосования введете все квартиры, которые приняли участие в голосовании, вы уже смело можете заходить в третью вкладку «Формирование протокола». Здесь нужно будет указать дату подсчета голосов, время окончания очной части у нас это было 20-30, место подсчета голосов. И вот здесь вы уже можете увидеть количество тех собственников, которые приняли участие в самом голосовании. В самом низу вы опять видите три кнопочки. Первые две – это сформировать в PDF-файле и сформировать в Word. То есть, кому как удобнее. Я нажимаю «Сформировать в Word» и у меня загружается уже сам протокол. Вот таким вот образом. То есть, вот остается только вписать номер протокола. И вот, пожалуйста, сам протокол. Где прописаны все вопросы. Указаны приложения. Реестр собственников помещений. Первое приложение. Второе – копия текста сообщения о проведении общего собрания. Третий – документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания. Список присутствующих на общем собрании. И решение самих собственников. Ну, а также председатель общего собрания. Декретарь общего собрания. Третья кнопочка – это сформировать сообщения. Для того, чтобы уведомить собственников, какие решения были приняты вами после проведения собрания. Итак, после того, как мы заполнили решение собственников в саму систему, посмотрели свои результаты, сформировали протокол, скачали его к себе. Нам нужно его распечатать. Вопросы по повестке дня. И уже, соответственно, по процентному соотношению, показываю, по какому вопросу, как мои собственники проголосовали. Сейчас мы пускаем на печать. И сейчас он распечатает протокол. Таким вот образом у нас распечатанный протокол. Там в протоколе у нас есть приложение «Реестр собственников». Получается, ну, пять приложений, и первое приложение – это «Реестр собственников». Поэтому мы сейчас распечатываем и «Реестр собственников». Потому что список присутствующих на собрании мы уже распечатали, когда у нас было собрание. Ну, ладно, сейчас мы открываем «Реестр собственников». Вот здесь мы указали, от какого числа и номер протокола. Вот таким вот образом мы распечатали. 34 листа, «Реестр собственников», «Реестр собственников», ну, и четыре полица «Академика Королева». Значит, у нас есть сам протокол, который мы только что распечатали. У нас к этому протоколу есть первое приложение – это «Реестр собственников», который мы тоже только что распечатали. Так же следующее у нас приложение текста о собрании. Вот таким вот образом было у нас вывешено о собрании, да? Значит, следующее приложение у нас – документ, подтверждающий извещение собственников о проведении собрания. Это вот такой вот акт о значении уведомления, в котором указывалось, что 17 февраля было вывешено объявление по подъезду. И вот несколько собственников расписались. Значит, это приложение «Трифт» у нас есть. Теперь у нас список присутствующих на собрании. То есть, вот таким вот образом мы собственников распечатали, и видно, кто присутствовал на собрании, значит, они расписывались. Видите? То есть те, кто были на собрании, они, получается, ставили свою подпись. Вот таким вот образом. То есть все пять приложений к нашему потоколу готовы. Самое главное, пятое приложение – это и есть решение наших собственников. Которых у нас 222. Вот, смотрите. Больше упаковки бумаги. Итак, вот наш протокол, огромный, с пятью приложениями. Последнее приложение – это как раз и есть решение собственников. Вот видите, собственноручно заполненные. Здесь перечень присутствующих на собрании. То есть список людей, которые были на собрании. Здесь акт о размещении уведомления, чтобы было вывешено сообщение. Вот само сообщение. Первое приложение – это согласно 44-му приказу. Это же, конечно же, реестр собственников моего дома. Ну и сам протокол, подписанный председателем, секретарем и счетной комиссией. С проводительным письмом мы относим нашу управляющую компанию. И уже смело можно переходить ко второму этапу конкурса. Всем пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова